Дмитрий Свалов, технический директор, отвечаю за технологическое развитие компании и за архитектуру линейки продуктов. Работаю в компании Banks of Systems. Пару слов скажу о Banks of Systems. Компания Banks of Systems – один из лидеров рынка дистанционного банковского обслуживания в России и в ближайшем зарубежье. Обладает мощной компетенцией по информационной безопасности, занимаемся IT-консалтингом и также являемся разработчиком голосовой платформы Digital2Speech. Сегодня я буду рассказывать о нашем опыте перевода монолитной системы на микросервисную архитектуру. Один из ключевых моментов – это то, что у нас продукты, которыми мы занимаемся, они тиражируемые. То есть мы их эксплуатируем не в облаке или где-то у нас в ЦОЗе, а мы их поставляем заказчикам. То есть диплоим их вон-прем к каждому заказчику. И таким образом процесс поставки у нас несколько сложнее – поставки и сопровождение. Расскажу, с какими мы тут сложности столкнулись и дам в конце рекомендации. В общем-то, сделаю выводы. Почему мы вообще решили разрабатывать ДБО в микросервисной архитектуре? Какие для этого были причины? Во-первых, повлияло очень сильно влияние пандемии. То есть ожидание конечных пользователей, что все онлайн. То есть конечных пользователей, по сути, вот таких же, как и мы с вами, которые пользуются ДБО регулярно. И вот даже по себе могу отметить, что хочется, чтобы все было оффлайн, абсолютно все в личном кабинете, в мобильном приложении. То есть есть потребность в росте количества сервисов, в быстрой их поставке. Также мы отмечаем рост объема самостоятельной разработки на стороне банков, самостоятельной, совместной с нами, по доработке наших продуктов. В микросервисной архитектуре считаем, что это будет намного проще, чем сейчас, и быстрее. И, наконец, есть еще законодательные инициативы ЦБ, технологические инициативы, которые также в микросервисной архитектуре можно быстрее и проще реализовать. Удаленные биометрические идентификации, системы быстрых платежей, открытый банковский интерфейс и безопасность. Также наши текущие монолитные продукты довольно-таки разрослись и продолжают разрастаться, и сопровождать их все сложнее и сложнее с каждым годом. Мы ставили перед собой цель улучшить скорость поставки, упростить совместную с банками разработку и получить возможность продажи и поставки отдельных продуктов без необходимости поставки всей монолитной системы, ее внедрения. Почему для нашей компании это большой взрыв? Потому что один из таких ключевых моментов – это мы тиражируем наши продукты, как я уже говорил, и в наша текущая платформа внедрена более чем у сотни клиентов. Поэтому переход на микросервисную архитектуру – это непростая история с точки зрения внедрения и обновления. И также у нас есть за последние более чем 25 лет существование компании, налаженные процессы поставки, проектирования, реализации, тестирования и так далее. И производство компании насчитывает более 400 человек. И все это поменять – тоже непростая история. Еще существенное ограничение, которое пройдет красной нитью через мой доклад – это ограничение в один год нашего проекта. Я в конце скажу, откуда оно появилось и почему это важно, почему это не сдвигаемый совершенно срок. Для начала, чтобы была понятна проблематика, расскажу о архитектуре текущей системы, монолитной. Значит, у нас есть в этой системе пользовательские интерфейсы на стороне банка, на стороне клиента. На стороне банка интерфейс на базе фреймворка The COS. Он автоматически генерируемый, он такой модульно-монолитный, такой же, как и Back, потому что, в общем-то, определяется архитектурой Back. Похожий интерфейс есть на стороне клиента, тоже автоматически генерируемый. Он нужен для крупных корпоративных клиентов, которым не нужно крутой изобилити. И также на стороне клиента есть интерфейс на базе фреймворка React для физических лиц, для малого бизнеса, для среднего бизнеса. Он уже не автоматически генерируемый, а разрабатывается вручную, обладает крутым юзобилити, занимаемые места в потрясливых рейтингах. Но он абсолютно полностью монолитный. Обширно, значит, широко используем MQ-сервера для взаимодействия вебов с аппами, для интеграции, для масштабирования аппов, апсерверов и event-driven обработки данных. Компоненты платформы построены на базе Java. В основном там Java, есть немного Groovy, фреймворки из TechSpring, Hibernate, Liquibase, там CAD и еще там много всяких библиотек и заплачен, сопутствующие. Платформа сама состоит из веб-серверов и платформы сервера приложений и является абсолютно монолитной. Прикладной слой написан на DSL. В основном это Groovy DSL. Так исторически сложилось. И вот примерно с прошлого года мы переходим на Java DSL. Стало намного проще перехода на 11-ю Java. Синтаксис несколько упростился. И новый код мы уже пишем только на Java, потому что стараемся от Groovy отказаться в новом коде, потому что, в общем-то, с ним есть проблемы из-за нечеткой типизации. Хотя писать на нем, конечно, быстрее и приятнее. И, наконец, с UBD. С UBD логически она одна. Здесь у меня изображено 4. Мы просто отдельные таблицы можем вносить в инстансы отдельные для того, чтобы разгружать основную UBD. Там хранятся данные системы ДБО, данные аудита. Можно также вынести мониторинг и файловое хранилище. И поддерживаем Oracle MSCulPostGrid, как наиболее распространенные на банковском рынке. С какими сложностями мы столкнулись при переходе? Первое. Это, конечно же, UBD. С чего мы начали. UBD, значит, схема UBD у нас выглядит вот так. Значит, это порядка 1130 таблиц. Видно, что есть сильно связанная часть. Видно, что есть менее связанные части. И, значит, что же такое? Сильно связанная часть, центральное такое ядро, это, собственно, и есть ядро. Это данные платформы и данные прикладного микроядра. То есть прикладное микроядро – это данные общие для любых бизнес-процессов банковской бизнес-области. Это какие-то сущности, настройки, которые нужны любым документам в системе ДБО. И вот здесь я пометил, что это в основном данные клиентов, справочники счетов, пакеты услуг, полномочия, лимиты. Это все вот собирается в такой вот тесно связанный клубок, который позволяет очень быстро рассчитывать эффективный бизнес-полномочия пользователя. Но, с другой стороны, как бы платой за это является сильная связанность. При этом документы занимают большую часть БД, то есть примерно 780 таблиц. По документам я имею в виду, по сути, реализацию бизнес-процессов, которые происходят в ДБО. И видно, что они между собой не связаны. Это вселяет, в общем-то, уверенность в том, что на микросервисы мы их можем разделить намного проще. То есть не так, как ядро. Но, тем не менее, видно, что к ядру документы очень тесно привязаны. Значит, на уровне приложения выглядит тоже так. То есть монолитная платформа, платформа сервера приложений, монолитные веб-сервера. Ну, с веб-сервером проблем нет. Они, по сути, очень тонкие. Это адаптеры между HTTP и GMS в обе стороны. То есть их как-то делить бессмысленно. Вот что не скажешь о сервере приложения. То есть здесь, как я уже говорил, там реализован такой клубок бизнес-полномочий, лимитов на документы, на права подписи и обширный набор нормативно-справочной информации. Прикладные модули устанавливаются на платформу и тесно с ней связаны. Значит, что же мы решили, как мы решили этот бизнес спроектировать. Расскажу, например, кредитного модуля, который, я думаю, более-менее всем интуитивно понятный, потому что, я думаю, все это плюс-минус кредиты брали. Мы решили действовать по такому общему принципу, отделить продуктовый функционал от документарного, то есть каталог продуктов и базовая операция работы с ним от документов, от бизнес-процессов по работе с каталогом. То есть продуктовый функционал, решили, что у нас будет продуктовый каталог, это конфигурируемые сотрудниками банков каталог, по сути, в принципе, какие кредиты в банке есть, с какими параметрами, для каких сегментов клиентов они доступны. Витрины действующих кредитов, это кредиты, которые конкретный пользователь воспользовался, и чтобы он мог с ними работать, их посмотреть. Калькулятор, функционал подбора кредит по параметрам. Ну и разные заявки, там заявка на кредиты клиента, предодобренное предложение, досрочное погашение, это уже вот те самые бизнес-процессы. Выглядит все достаточно стройно, но мы прикинули, что если мы будем делить ядро, у нас реализация улетит в бесконечность на несколько лет, и мы не сможем обеспечить задачу бизнеса по быстрой поставке. То есть у нас мы не сможем вот те же кредиты поставить на рынок без остановки работы. То есть придется на несколько лет расположить, поэтому мы сделали там небольшую хитрость, мы сделали вот так. Мы взяли и задублировали платформу Микроядро в каждом сервисе, развязав релизные циклы платформы и Микроядро между собой, для того, чтобы у нас там не получился распределенный монолит. В общем-то, не так это и страшно, но опять же ограничение один год, и внутри этого проекта годового у нас на отделение прикладных микросервисов было порядка двух-двы с половиной месяцев чистого времени. Это все включает там тестирование и аналитику, поэтому у нас получилось в итоге вот так. То есть мы, как и думали с самого начала, на основе базового принципа отделили продукты в один сервис, документы в другой, и думаем, что в принципе тоже, в общем-то, проблем с этим не будет. Делить нам их все равно придется в перспективе, но учитывая, что при первых внедрениях все равно будут фичер-реквесты от заказчиков, будем делить по мере фичер-реквестов, потому что срок проекта был абсолютно не сдвигаемый. На схеме развертывания сервисы выглядят вот так. То есть здесь вот три типа функционала, которые мы реализовали сейчас в микросервисной платформе. Кредит депозит и неснижаемые остатки. Неснижаемые остатки похожи на депозиты. Со своими базами данных. Баз больше, не 3.6. Для наглядности оставил так. И есть интерфейс, но о нем пару слов позже скажу. И эту схему буду по мере рассказа наполнять дополнительными элементами. МК сервера пометил желтым, потому что, в общем-то, с ним никаких проблем нет. Мы довольны. Довольны царь архитектурой. Подумывали, перейти, может быть, на Кавку. До сих пор мы в этом думаем. Есть ли какие-то плюсы. Некоторые наши заказчики интересуются. Планируем ли мы переходить. На самом деле, каких-то ощутимых плюсов именно для специфики нашего приложения мы не видим. Но этот вопрос исследуем. В любом случае, мы хотели сделать пилот, но ограничение в один год никак нам это сделать не позволило. Но с ограничением в один год у нас еще было жесткое бюджетное ограничение. Про это я тоже пару слов в конце скажу. Поэтому мы оставили МКу те же. ActiveMQ для крупных заказчиков. Используют IBM МКу иногда. Оставили как есть. Для связи вебов с микросервисным ландшафтом. Для обмена событиями микросервисов между собой. Для интеграции и для банковского интерфейса. Отдельный элемент ядра это услуги. Вот здесь мы услуги все-таки в отдельный сервис выделили. Значит, объясню почему. Услуги у нас это по сути меню. То есть для того, чтобы нарисовать меню, мы должны понимать, какой набор услуг доступен для пользователя. На основании его эффективных прав. Поэтому мы реализовали на уровне интерфейса так называемое единофронтальное окно. В котором выводится меню. И в которое встраивается интерфейс микросервисов. Меню видно слева. То есть так как микросервисов несколько, мы не можем собирать с каждого. Спрашивать какие у тебя есть услуги. Пользователь с такой ролью. Давайте посмотрим. Посчитаем. Все это будет очень долго. Меню на главной странице. Его нужно отображать моментально. Поэтому сделали отдельный микросервис, который по событиям от других микросервисов, при их внедрении собирает данные о услугах, которые в них реализованы. И позволяет эти услуги администрировать для пользователя, определять эффективные права. Значит, на уровне фронта. Это, собственно, главная страница, в которую все встраивается. На бэке отдельный микросервис. И на базу данных у него отдельная. Единая лента операций. Тоже функционал схожий. Так вот абстрактно с меню. То есть это лента операций, документов разного типа, с которыми нужно работать единообразно. пользователю выполнять над ними массовые операции. То есть, к примеру, массовые операции может быть подпись, когда пользователь выбирает несколько документов, их подписывает. Документы разного типа. Если это качать с разных микросервисов, с учетом эффективных прав, потом где-то склеивать, либо на API Gateway, либо, не дай бог, на фронте, это очень долго. Очень много времени занимает. Поэтому мы реализовали такую модель. Мы реплицируем ключевые атрибуты документов в единую ленту операций. И в обе стороны, от единой ленты операций к микросервисам, тоже событий, нароутим информацию о выполняемых действиях пользователя над этими документами, в том числе массовыми. И о результате выполнения этих действий в обратную сторону. Тоже единый элемент интерфейса, отдельный бэк и своя бэдэ. Монолитный фронт. В текущей системе монолитный он выглядит так. Функционал очень-очень много. Такой богатый функционал монолитный. Мы сделали его визуально похожим, но реализовали концепцию встраивания на React. Помечен этот блок интерфейса. Нативное встраивание. По мере реализации мы пришли к выводу, что для того, чтобы наша платформа была полноценной, могла быть полноценной основой для цифровой экосистемы, нам нужно иметь примерно такой интерфейс. Чтобы не иметь ограничений по фреймворку для встраивания каких-то сторонних сервисов, партнерских, реализованных третьими компаниями. То есть единое фронтальное окно нужно иметь сверху в виде блока интерфейса с меню, а снизу встраивать уже интерфейсы конкретных микросервисов. Нативно там фреймворк, агностик, встраивание. Но над этим будем работать далее. Вот, собственно, интерфейсы встраиваются, единое фронтальное окно. Также отдельная история, это интерфейс банка, сотрудник банка, интерфейс администрирования. Выглядит он вот так. То есть администратор заходит, и здесь ему доступно абсолютно все. То есть весь функционал он может администрировать, ему очень удобно. Нам при переходе на микросервисную архитектуру, конечно, неудобно вообще. Поэтому мы вот такое, думали, что делать с такой архитектурой, которая у нас есть. То есть на бэке у нас ViewModel, через замку ходит на веб, веб-сервер, адаптер между HTTP и Event и XML, плюс он там фреймворк TheCos рендерит ViewModel в HTML и передает в браузер. И, в общем-то, все это в обе стороны работает. Когда сервисов несколько, мы думали, что даже сложная схема, и вот хотели так сделать. Ее просто убрать. И сказать, что, смотрите, у нас будет более технологичная история. Будем все через YAML конфигурить, через Git с историей. Там все круто, здорово. Например, через Spring Cloud Config Server. У нас будет конфигурация применяться во всех микросервисах. Ну, вообще красота. Но бизнес сказал, что нет, так нельзя. У нас мы ничего не продадим, по крайней мере, на первых этапах. Нужно, чтобы интерфейс администратора был, как раньше. Или хотя бы очень похоже. И мы придумали вот такую схему с вью-моделями на каждом сервисе. Эти вью-модели через МКУ собираются на вебе. На веб мы написали отдельный, специальный, с роутером и композером. Композер эти вью-модели собирает в одну вью-модель. Модель, значит, ZCOS генерирует все в HTML, код дает в браузер. И роутер потом, по мере того, как пользователь с интерфейсом работает, он в обратную сторону сообщения рассылает об внесенных изменениях. То есть удалось добиться того, что интерфейс абсолютно выглядит так же. Причем, если редактируются настройки из задублированной платформы или микроядра, то они, по сути, автоматом роутятся во все микросервисы. Если специфичнее для какого-то отдельного микросервиса, то это микросервис. Значит, здесь, конечно, в long run, в таком развитии, есть ощущение, что так как у нас релизный цикл вот этих задублированных компонентов развязаны, то могут быть какие-то конфликты или просто похожие настройки могут дублироваться. Но вот мы пока надеемся этим эффективно управлять, либо все-таки будем склонять наших заказчиков к тому, чтобы перейти к такому технологичному способу администрирования через гид и конфиг сервер. Вот UI банк добавил. Значит, что у нас на данный момент получается? Вот такая микросервисная платформа, но явно чего-то не хватает. Значит, что же не хватает? Не хватает API-GIT-V, это как сервисов у нас стало много, вот идентификация, авторизация, инфраструктура нужна для запуска. Нужно очень много железа. Ну, про железо я рассказывать не буду, просто скажу, что его нужно примерно в пять раз больше, чем у нас было раньше для разработки монолитной системы. Я имею в виду, пять раз больше не для запуска, а для организации инфраструктуры, разработки. Значит, нужна система сбора логов, мониторинга, потому что все распределенное, новые технологии поставки, потому что мы не можем ставить, как раньше, монолитную систему. Вот. И начну с API-GIT-V. API-GIT-V вот очерчен пунктиром, это, значит, Nginx в качестве Reverse Proxy, Spring Cloud API-GIT-V, значит, он выполняет важную функцию по обеспечению безопасности, по работе с JVT-токенами. Что конкретно он делает, я рассказывать не буду, тоже по соображениям безопасности, но он позволяет нам, пользователю, более, так скажем, бесшовно ходить по микросервисам без нарушения уровня безопасности и обеспечивает корректную работу с ролевой моделью. И веб-сервер, значит, тоже реализован на основе того, что был в предыдущей системе, там адаптер между HTTP и GMS-ом, они присылают сообщения. Как устроена аутентификация? Мы выделили микросервис аутентификации отдельно на основе нашей реализации. Почему нашей? Почему не взяли KeyClock или OpenAM, или, там, похоже, какое-нибудь решение? Потому что перед нами стоит задача миграции, имеющую систему, микросервисную систему. И если мы сохраним нашу реализацию, достаточно защищенного протокола, там, CRP-6A, вся миграция сведется, по сути, к копированию таблицы. Для таблицы не изменится ни соль, ни хэш, ничего. То есть пользователи также зайдут в новую систему и ничего не заметят. При том, что мы, там, деплоим это у заказчиков, не где-то у себя. То есть тоже аутентификация со своим лендингом, со своей БД. Вот второй фактор. Значит, у нас система ДБО, да, куда же без второго фактора. Второй фактор реализован в единофронтальном окне, потому что второй фактор очень тесно связан с бизнес-полномочиями пользователями. Вот, то есть, в общем, там тесно связано с расчетом вот этих эффективных прав. И, наконец, роли. Они собираются динамически на основании той идентификатора роли, который приходит в токене из Identity Server. Значит, перемешаны собираются динамически настраиваться тоже в каждом отдельном микросервисе. Когда пользователь обращается в каждый из микросервисов, по роли ему собираются эффективные полномочия. И он, соответственно, к каждому микросервису проводил ресурсов и ему предоставляет этот доступ. На инфраструктуре не буду подробно останавливаться, потому что, ну, такая отдельная большая тема. Вот список фреймворков проведен, там, продуктов, фреймворков, которые мы используем, и инструментов. Ну, два слова, там, для мониторинга Prometheus, Grafana, Elastic, Search, Flindex, Kibana для распределенного лагирования, ну, таких кубернейц и сопутствующие вспомогательные продукты. Значит, и так, что у нас получилось вот с учетом инфраструктуры лагирования и мониторинга? Вот такая вот у нас архитектура микросервисной платформы. Теперь, как же мы ее устанавливаем? Значит, как же, как мы устанавливали раньше систему, да, и почему по-новому устанавливать лучше и эффективнее для бизнеса? Собственно, вот ради чего все это и затевалось. То есть, раньше мы ставили так, вот, pipeline сборки, выкладка на портал сопровождения, конечные сборки, клиенты скачивают или наши специалисты скачивают, там, едут к клиенту, и инсталляторам, next, 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 там, на сервере, там, на основном резервном все это устанавливают. Ну, в случае с микросервисной платформой это, конечно, невозможно, это надо бы модернизировать. Ну, или, возможно, но очень долго. Значит, в плане регресса вот функционал ставится, видно, что регресс достаточно масштабный. В новой системе, в микросервисной, тот же pipeline, но уже для сборки докер-образов, для установки в кубер. Ну, непонятно, как устанавливать, да, поэтому есть еще один pipeline сборки хелмов с холмчартов, публикации тоже в Arbor, так же, как и докер-контейнеры, и уже вот холмчарт определяет, как деплоить в кубер, либо в тестовую среду, либо в промышленную. То есть, реализовали концепцию инфраструкции скота. В плане, значит, сейчас расскажу про регресс. Два слова о том, с какими сложностями заказчики наши столкнутся. Прямо здесь, сейчас малая доля банков к этому готова, потому что инфраструктура сложная, DevOps дорогие, и безопасники не понимают, как обеспечивать безопасность поставки докер-контейнеров, и просто запрещают эту схему. Будем в этом направлении работать, осуществлять консалтинг, я думаю, что так или иначе к этому придем, потому что это быстрее и эффективнее. Соответственно, по поставке в новой системе функционал новоустанавливается совершенно без регресса, там раз-два, и независимо все развернули. На дальнейшее развитие, что мы себе наметили? Реализация фреймворк-агностик встраивания в UI, повышение модульности платформ и системных библиотек, уменьшение микросервисов в размере, потому что все-таки мы там задублировали, разделение прикладного слоя имеющихся монолитных продуктов по требованию бизнеса и поставка их отдельно, переход к развертыванию по модели гибридного облака, то есть мы часть сервисов все-таки думаем начать деплоить не у заказчиков, а где-нибудь в облаке у себя, в основном не финансовые сервисы, внедрить систему распределенной трассировки, потому что сейчас действительно очень не хватает и ее тоже по ограничениям проекта временным и бюджетным не получилось внедрить, обеспечить безопасность поставки в контейнерах и внедрить компоненты хаос-инжиниринга, потому что у нас система стала состоять из большего количества компонентов, стала более распределенной. Теперь почему откуда взялось ограничение в один год и почему это было совершенно не сдвигаемо как ограничение по времени, так и по бюджету. На реализацию нашего проекта по созданию микросексной платформы Российский фонд развития информационных технологий нам выделил грант, за что я хочу их фонд поблагодарить. За этот грант, за то, что они дали нам возможность реализовать этот проект, дать возможность нашим заказчикам конкурировать с крупными банками, тоже использовать микросервисную архитектуру для того, чтобы быстрее сервисы выводить в цифровые каналы и давать лучший сервис ДБО своим конечным клиентам. Какие рекомендации я могу дать по опыту этого проекта? Достаточно очевидная история, но в этих проектах часто не соблюдается. Всегда фиксируйте цели бизнеса. То есть бизнес first, бизнес ограничений по бюджету, по времени, по ходу проекта принимайте решения, исходя из целей бизнеса. То есть все, что угодно, главное, чтобы вы могли бизнес-цели обеспечить. Переосмыслите размер тиражируемого, понятие тиражируемого продукта. То есть нельзя тиражировать как раньше, все вместе в микросервисной архитектуре, потому что это, по сути, монолит. То есть теперь вы тиражируете отдельный микросервис. Не запускайте кубер без мониторинга и без системы распределенного логирования. Невозможно ничего локализовать, если этого не сделать. Мы это сделали заранее, сразу же и ни разу не пожалели. И не переживайте, если у вас получилось с технической точки зрения не совсем то, что вы заранее планировали. Ешьте слона по системам. Главное, чтобы вы цели бизнеса достигли. Выводы. В общем-то, большого взрыва удалось избежать. Микросервисная архитектура требует более сложную инфраструктуру, более высоких затрат на обслуживание, на своем сопровождении. Пока не все банки готовы к новой технологии развертывания. Но я думаю, к этому будем двигаться успешно. Микросервисная платформа реально ускоряет поставку. Еще микросервисная платформа позволяет упростить совместную разработку, снизить вендор лог. Какие-то компоненты банк может разрабатывать самостоятельно и тем самым не зависеть от нас, от вендора. И последнее, прикладные продукты микросервисной архитектуры возможно поставлять отдельно от всей системы и встраивать их в сторонние цифровые экосистемы. Спасибо за внимание. Я готов ответить на вопросы. Спасибо за доклад. Ребята, ждем ваших вопросов во вкладочке Q&A. Изменилась ли структура BD при переходе на микросервисы? нет, несущественно. То есть изменилась несущественно. Скорее она где-то при копировании частично обрезалась, можно так сказать. Но в целом на данный момент изменилась несущественно. И отдельно могу сказать про BD. Мы находились в такой достаточно неплохой ситуации в плане BD, даже несмотря на связность. У нас в BD нет жесткой связности, нет констраентов, плоские таблицы с индексами. То есть вот эта страшная картинка по связям нарисована на базе логической структуры, скорее на базе хибера и анализа сущностей хиберовских. поэтому тут с базой у нас не было совсем уж серьезных проблем по разделению. Но конечно тут мы вышли из ситуации за счет копирования ядра, которая косвенно сильно связана. Остался примерно такое же, как и было. Вот внедрение. Когда мы планируем внедрение, следующий вопрос. у нас сейчас идут финальные нагрузочные тестирования, закрывающие мероприятия по взаимодействию с фондом RFREIT, отчетность, защита проекта. Это все займет где-то до апреля следующего года эти мероприятия. И после этого начиная с апреля мая мы уже планируем первое внедрение. Еще важный момент при работе с грантами. Хочу отметить, что когда вы берете грант на реализацию, вы обязаны на определенный объем, определенный процент от этого гранта продукт потом монетизировать. Поэтому мы когда в этот проект шли, мы уже примерно понимали, в каком объеме мы его будем и у кого устанавливать и как эксплуатировать. поэтому это где-то следующий год, начиная с апреля и мая первое внедрение. Еще один вопрос. Скорее ДЕФ вопрос, чем по архитектуре. Почему при написании DSL выбрали Java, а не Kotlin? Потому что да, это было взвешенное решение, Kotlin мы рассматривали и у нас даже в одном проекте есть реализация DSL на Kotlin. У нас произошел такой в производственном центре холивар по этому поводу. Многие не хотели переходить на Kotlin, не хотели его изучать. Кто-то наоборот хотел. Кому-то было все равно. И так как мы все-таки компания одна из системообразующих и делаем ДБО, у нас лежит определенная ответственность. Мы не можем это внедрять массово попробовать. Мы не можем весь производственный центр переучивать, тратить много времени. То есть только при условии, что прямо все за. и это может произойти быстро. Поэтому мы приняли решение, что DSL мы будем писать только на Java. И все с этим окей. То есть это проще онбординг. При поиске разработчиков нет дополнительного ограничения, что это Kotlin. то есть раньше мы начали с годами замечать, что Groove вносит дополнительные ограничения и примерно 20% кандидатов отказывались по причине того, что мы используем Groove. То есть это факт. А теперь этот риск нивелирован, то есть мы используем Java и по причине отказов нет. То есть это такое промышленное взвешенное решение. Следующий вопрос от Дениса Еремина. Какова переработка кодовой базы? Это полностью с нуля или часть взяли с Monolith? Часть взяли из Monolith. Но могу сказать по затратам это как с нуля написать. Единственное здесь даже я бы так сказал, что сравнимо с тем, что написать с нуля. Единственный плюс берешь из Monolith точно работающая. То есть точно ты знаешь что ты берешь. с нуля все-таки пишешь и думаешь как оно потом заживет не заживет. То есть там в каких-то критичных местах мы не экспериментировали. Мы точно брали работающее решение, фокусировались на бизнес целях, на архитектуре. нет. Ну да, учитывая ваш бизнес домен, мне кажется, там очень много логики, ее с нуля писать наверное сложно. Давайте. галитурки законодательные, да. Ну да, следующий вопрос от Дениса Ирина. Окей, проголосовали, поэтому теперь вопрос от пользователя с ником Anonymous первые по очереди. Как адаптировали автотесты под новую систему? Писали все с нуля? Да. Коротко и ясно. Да, писали все с нуля. И нагрузочные сейчас тоже будем с нуля писать. И возвращаемся к вопросу от Дениса Иремина. Указали, что заказчики могут разрабатывать совместно с вами. Какие модули или какой функционал? Значит, в существующей системе у нас есть очень мощная SDK. Мы поставляем платформу в бинарном виде и заказчики системный функционал менять не могут. но такие в общем-то кейсы возникают крайне редко. Прикладной функционал мы поставляем по сути в исходниках. Это как бы запакованная документация в джарнике. Можно в идею подключить и их смотреть. И очень много сопроводительных документаций там описание SDK программы обучения тестирования. И заказчики могут дорабатывать прикладной слой. То же так как у нас все на базе DSL то у нас возможна точечная кастомизация без бренчевания и копирования. То есть можно точно дорабатывать наш прикладной функционал. В микросервисной G-платформе можно все что угодно. заказчик заказчик не ограничен ни нашими релизными циклами ни нашими изменениями ничем. То есть ограничения конечно есть по встраиванию по концепции встраивания микросервисов в экосистему в плане услуг для единого фронтального окна по поддержке бесшовной атмосфикации хотя мы там используем off-drop на e-connect и проблем с этим нет. Но не ограничен в стеке никоим образом. Но главное отсутствие ограничения это отсутствие ограничения по релизным циклам. То есть можно совершенно деплоить независимо от нас. То есть это основной тормоз time-to-market с которым мы сейчас боремся с помощью этой платформы. Ладно. Спасибо вам огромное Дмитрий за доклад.